На днях глава города Юрий Фисенко провел встречу с представителями общественного совета и районного совета ветеранов. Совместно со специалистами управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства обсуждался вопрос реконструкции территории старого кладбища по улице Ленина и дальнейшего благоустройства Кургана Славы. На старом кладбище, которое расположено практически в центре города, не хоронят уже около 50 лет. Многие могилы давно заброшены, некоторые вообще стоят безымянными. Проходя по территории, приходится буквально продираться сквозь кусты, ветки и сухостой. Несколько лет назад по инициативе общественного совета началась реконструкция кладбища. Здесь возвели Курган Славы, где увековечили имена героев Великой Отечественной войны. Но это лишь небольшая часть того, что здесь необходимо сделать. В целом состояние кладбища, конечно, нас не может устраивать. Сегодня здесь за большинством могил никто не ухаживает. Люди разъехались, либо родственников нет уже, которые похоронены здесь наши земляки. Поэтому мы все вместе, общественность, должны решить, что нам делать с этим объектом в центре города. В какой форме мы будем его благоустраивать. Что это будет мемориальный комплекс или какой-то иной будет предложен вариант. Но то, что оставлять его в таком виде, в котором он в последнее время, мы не должны. Это наш долг перед нашими предками, перед нашими земляками. Очередной, уже третий субботник за месяц организует городская администрация. Сотрудники вырезают поросль, косят траву, убирают мусор. И все-таки это временная мера. Ведь спустя год кустарники вырастут вновь, а кресты и памятники придут в еще более плачевный вид. Сейчас главная задача – найти родственников, чтобы они приняли решение, как увековечить память близких. Также необходимо установить имена и фамилии людей, которые покоятся в безымянных могилах. С 5 ноября в рабочие дни в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города будут приниматься заявки от населения по установке мемориальных досок на Кургане Славы. Обращения белореченцев по поводу увековечивания фамилий родственников на Старом кладбище также будут рассматриваться общественным советом при главе района и в районном совете ветеранов. И, конечно же, в ближайших планах – новые выходы с пилами и косами на борьбу с буйной растительностью и мусором. Для этого и проводятся субботники, чтобы навести порядок, чтобы было чисто, чтобы приятно было зайти в общественные места, в том числе и на кладбище. Это наш долг, прежде всего, перед теми, кто здесь живет. Наталья Апирс, Артем Кузьмин. События и люди.